Тема войны в год 75-летия Победы звучит особенно. Это можно было понять, прочитав вдохновленные строки школьников. Участникам большого конкурса СССР «Мне снилась война». Более 250 юных авторов попробовали свои силы в творческом состязании. Жюри, в состав которого вошли представители Российского центра науки и культуры, ассоциации учителей, сотрудники областного института развития и образования, пришлось непросто. Каждая работа заслуживала отдельного внимания. Хотела бы в первую очередь отметить глубокое знание материала о Великой Отечественной войне. Нельзя написать это эссе, не понимая глубоко темы. Поэтому очевидно было, что ребята знают. Очень серьезный подход к работе в целом. И что особенно важно, каждый из детей пропустил это через себя. У кого-то в семье кто-то воевал, кому-то снились сны о войне, хотя, может быть, в семье у него никто и не воевал. Но ребенок 16-17 лет настолько пропустил это все через себя, и он написал это в работе. Это на самом деле очень ценно было. Кто-то из ребят слышал о войне от близких и родных, кто-то читал книги, смотрел документальные фильмы, кто-то углубленно изучал курс в школе. Ясно одно, молодым людям эта тема не безразлична. А потому и заслуженные награды нашли своих обладателей, среди которых есть и брещане, и жители нашего региона. Центральной мыслью стала сама война и люди, которые участвовали в этой войне. Я писала о том, какая война страшная, как много в ней темных моментов, но также описывала светлые моменты, такие как люди, которые скрашивали даже такие страшные времена. Так как мои родители историки, то для меня история тоже немного интересная. Основывалась я на том, что была Великая Отечественная война, и вот как раз эта работа посвящена 75-летию со дня войны, окончания войны. Для ребят эта награда послужит не только высокой оценкой их труда, но и хорошим заделом на будущее. Опыт участия в подобных конкурсах им обязательно пригодится. Кроме того, благодарственными письмами были отмечены и партнеры проекта. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.